Всем привет! Сегодня специальный гость, специальный шоу, специальный су-шеф-повар Алексей Суханов. Я считаю его одним из самых... Ну, не одним, каким одним, я их больше и не знаю. Знаю немножко этих стендаперов в Беларуси, а то и Мира, там Лычики, там... Ну, есть парочку, да. Но вот Леша, это самая комедия, ну, просто опупенная. Вот, он сегодня нас приготовил, позвал, пригласил в гости. Мне не надо присоединяться. На ужин? А, это Катя. Оператор всегдашний. Да, благодаря ей сегодня за оператором, все будет в комментариях. Человек тоже не последний, я вам скажу, что в Беларуси. Все уехали, остались мы. Вот, вот так вот. Так, сегодня у нас шаурма от... Алексея Суханка? Да, профессионал своего дела. Ну, ладно. Я не буду хвалить заранее, знаете, я сперва попробую. У меня всегда честный отзыв. Первый отзыв. Кстати, Эфис в перекрестке 1 рубль. Конечно, я не рекламирую алкоголь, и я не скажу, что это такое, но это очень вкусно. Наверное, мы сейчас попробуем. За 1 рубль грех жаловаться, что бы то ни было. Знаете, иногда даже в аду не всегда купишь за рубль. Ну, действительно, в аду фиг купишь за рубль. В аду не купишь за рубль. Да, здесь еще дополнительный бонусный эффект. Ну что ж, мы приступаем к затесту. Как он вкусает. Ребята, я не скажу, вы нигде такого не купите. Это просто вышка. Я еще не понял, что там за начинка. Но даже уже сам лаваш, как он хрустит. Вот реально. В прошлом выпуске проблема была с лавашом. Он был какой-то... Его было трудно прогрызть. Здесь он... Во-первых, смотрите, структура. Структура отличная. Ничего не разваливается, если придерживались. Ну и... Он распадается на атомы в аспорту. И... Я бы один лаваш ел. Своими руками приготовленный. Пошла нодинка. Пошла жара. Ну это бомба. Да, ноль овощей. Это бомба. Без овощей вообще. Знаешь, иногда... Пока стоишь в очереди, изучаешь меню, да? В шобме. И там написано мужская. Я считаю, что в мужской овощей не должно быть. Овощи пускай девушки едят. Пускай голубые едят овощи. Вот они приводят в ресторан, да? Часа они первым делом заказывают. Салатцы за хуй. Салатцы. Я люблю этого парня. Я, ну, не... Заменил многого в жизни. Слушай, тут еще и сыр. Да. Это вот... Это очень вкусно. Мне только говорили, что это правда не похоже на шаурму, но... Нет, вот это с радостью было вместо шаурмы. Знаешь, половину шаурму в Минске можно закрыть и подавать вот это. И станет только лучше. Город выиграет. Так, ну, реально, мы как-то каждый день едим уже, как бы, надоело. Но, в целом, это уже отработанный, так сказать, рецепт. Вот мы знаем. Вика еще ест, типа, без мяса, с сыром и яйцом. Это все, вот, не знаю, заменяется просто рецепт. А ты нас вообще не ешь? Ну, рыба. Вот рыбу ест. Ну, вот я думаю, с рыбой, кстати, было бы прикольно. Ну, рыба... Есть, типа, вариант с рыбой, типа... Со с рыбочным сыром. С рыбой есть тартар, яйцо и, типа, и палочки. Кревет. Ну, эти крабовые палочки. Ммм. Как вариант. Блин, это... Они как круто. Я думаю, что я возьму это на вооружение. Знаете? Будем чувствовать еще. У меня сейчас 2 минуты будет. Цена качества очень неплохо. Сегодня мы посчитили... Ну, так, культурную жизнь нужно... Участвуйте в культурную жизнь города. Мы посвятили выставку современного искусства. И знаете? Вот это поварское искусство гораздо выше ценю, чем вот то, что было представлено на экспозиции. Или как это называется? Экспозиция, да? Выставка какая-то? Выставка. О, вот. Короче, вот это настоящее современное искусство. Вот посмотрите крупным планом. Как должно выглядеть искусство? А не вот эти нарисованные там си-си-писи и какая-то билиберда, мазня какая-то. Или что-то еще там было. Пройдите лабиринт к счастью. Ну, это, конечно, круто. Я прошел этот лабиринт, но счастье я не ощутил. А вот когда у тебя во рту... Потому что ты его не проходил. У меня слышно пришли. Во рту танцуют у тебя какие-то... Ну, кто там танцует? Ну, праздник. В общем, вот это праздничное блюдо. Кто-то запекает курицу, кто-то крылышки, кто-то ножки, кто-то целиком, кто-то утку по-пекински, мясо по-французски. Вот это вот подавайте. Это мем, когда покормил друга. Вот это искусство. Вот за это мы и любим Леху. Он реально, как скажет что-нибудь, ну, хоть стой, хоть падает. Ну, реально. Голова. Леха, спасибо. Мне хочется тебе подать руку, но она в этом... В соусе, в коте, в сево она уже. Ну, она какая-то... Сверху какая-то посыпка специальненькая. А какие ингредиенты здесь были? Секрет, секрет. Ну, видите, хорошие повара всегда скрывают... Два вида колбасы? Из чего они? Два вида колбасы. Это, короче, мясо, типа... Тут такая сессорянная какое-то. Да, ну, типа, как... Пармская, пармская пепперони. Типа, ну, пармская, как бы русская. Там пепперонька. И этот... Ряба, типа, копченый рулет куриный. Чтобы, типа, как будто спрыться, и было. Вот. Соус, как бы, как пицца, как будто. Ну, знаешь, вот этот пицца-соус? Вот этот пицца-соус, типа, ну, паста там. И сыры. Сыры, сыры. Три сыра. Какие-то итальянские, да? Пармезан. А там был тот пармезан, который я спрашивал? Да, я тебя не знаю. Это Андрей обделил меня. И реально? Я забыл. Я скрутил, и вспомнил, что ты хотел... Не знаю, я и так очень доволен. Очень вкусно. Там просто запах был бы от волка. Такого, типа, сыра. Ну, такую. А так все одинаковое. Две штуки таких нужно. В пачку закидывайте. Не, мне одной хватило сверху. Ну, это вкусно. Я раньше делал. Я когда жила, ну, типа, с родителями, как-то, духовка была. Я делала просто горячее бутерброда на хлебушке. Катя, попрошу тебя говорить громче, будет плохо слышно. Ну, честно. На это жалуются зрители, но все самые главные зрители уже здесь, и мы все слышим друг друга отлично. Сами посмотрим потом. Еще, что меня поразило, это счастливое домашнее животное, которое у Леши живет. Я вышел, оно выбежал сразу, виляет хвостом, обнюхивает. Счастливое. Какое счастливое. Это не социопат какой-то. Да. Прибегает. Он ластится, ластится, ластится. Да, еще иногда весит, что к кому-то приходит, что кот такой громкий. Знаете, он нырет, кто-то кот не покажет. Он такой тихо. Мне он очень понравился. Я его вижу. Полная миска форма самого дорогого Хиллс. Полная миска вот, с днами, потому что он есть у него. Ну что, он сытый. Вот, и вода всегда на месте свежая. Сыт, накормлен, и любовью не обделез. В общем, смотрите, как он себя ведет. Ну просто, батонница тут. В месте с нами. Я был в семьях, где коты прячутся под диван, когда кто-то новый приходит. Были коты, которые не обращают внимания. Здесь нет, здесь не так. Мы вернемся к блюду. Вернемся к блюду. Во-первых, соус в темне здесь. Бывает, что очень плохой соус в шавермах, в шавермах, в шавермячках. Здесь все в тему. Леха создал искусство. Леха всегда создает искусство. Знаете, бывают люди, которые вот только из искусства и с отками. Это Леха. Кстати, этот нормальный. Вот тот был еще полный кал. Но в этой бразе это только полный кал набрала. Нет, твин? Нет. С тмином? Тот с тмином, а это не с тмином. Соответственно, мне нравится, может, заказ в перекрысок. Так за рубль, это вообще, пиздец. Какой персичок. Дешевле ничего нельзя купить, вообще. Какие альтернативы потратить в рубль? Ну, в аппарат это с игрушками вытягиванием сыграть. Или батон. Или в спорт пари ставку. Или в какое-то другое. Да, там ставка двух. Два стола на рубля начинается. Да? Да. Я на эту тему подчал как-то. Скажу так, деньги улетают из кармана, не заметишь. Я сейчас доем и, знаете, мне хочется поспать. Леша, я лягу поспать, если ты не против. Хорошо. С мамончиком ложись. Я думаю, что он любит прибежать, когда ты спишь, лечь, тебя на руку. Да, и мурчать. Конечно. Довольно. Не, он на ноги ложится. На ноги? Ногах, правда, нету. Это как-то странно. Если вы хотите чаще видеть Алексея, если вы хотите, чтобы Алексей с нами отправился в какой-то тур или мы спецвыпуск сняли, я думаю, что впрогосветное это он пишет. Конечно, комменты там под каждым роликом ого-го. Кто пишет? Не бойко. Не знаю, рандомные люди. У меня есть фанаты, байкеры из, откуда вы там? Салтай. Салтай. Это Алтайский край и вот байкеры смотрят, собираются меня, включают. Давно они не писали по угоду. Салтай, какой-то выпуск включает. Но он не пишет больше. Ну, пока не пишет. Если ты смотришь выпуск, напиши, пожалуйста, что-нибудь. Да, всем Алтару привет, я когда-нибудь сниму выпуск из Алтайской шаурмы. Я думаю, что там добавляют вот чем Алтайский край славится. Природа славится. Ну, вот частичку природы можно в каждой шаурмячике там зацепить. Алтайский шаурмайчике из лося. Ну, недавно кстати, пробовал оленину. На день рождения мне, конечно, колбасу из оленины подарило. Это был основной подарок. Я попробовал, что-то говоря, мне понравилось. Съел почти залпом. А для этого, чтобы я дичь пробовал, ну, только домашние кролики, это считается дичью. Думаю, нет, дичь это дикое что-то. Что-то дикое, что-то страстное, что-то сексуальное, как вот это вот шаурмячике. Леха, в общем, спасибо. Реально накормил. Всем бы таких гостеприимных друзей, в принципе, вообще друзей. чтобы у вас были хорошие друзья, будьте сами хорошими людьми, интересными, разносторонними, потому что скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Я тебе не хочу никого оскорблять. Кто тебя не хочет взять, посмотри. Если ваши друзья пидоры, то и пидоры, понимаешь? Но я никого оскорблять этим не хочу. Но все-таки лучше не общаться ни с кем, чем общаться с пидорами. Вот это внутренно. Не задумайтесь. Все, с вами был Комфлак, Китри Звезды, Алексей Сухонок, и я вкусно пожрал. Подписывайтесь на Алексей Сухонок Плюх. Будет в комментах. На оператора тоже подписывайтесь в МГУ. Встретимся. Все, пока.